Всем привет! Меня зовут Артем и вы на канале Коптим Вместе. В сегодняшнем видео я хочу показать и рассказать, как я готовлю свиные ребра копчено-вареным способом. Наше видео будет разбито на 5 этапов. Первым этапом мы замаринуем наши ребра. Вторым этапом мы их немного подвярим. Третьим этапом мы их будем коптить. Четвертым этапом мы их подварим. И пятым этапом, уже как сложилось в нашей традиции, мы их будем дегустировать. Ну что ж, приступим к первому этапу. Для приготовления свиных ребер по моему рецепту нам потребуется ребра, в моем случае это 1 кг. Далее, соль обычная поваренная, соль нитритная, перец розовый остренький и перец черный горошком. Вот такие незамысловатые ингредиенты. А теперь по пропорции. На 1 кг ребер я использую 10 г нитритной соли, 10 г поваренной соли, 4 г черного перца горошком и 4 г, это в моем случае 4 г перца острого розового. Поскольку я люблю делать свиные ребра более острыми, поэтому я использую 4 г розового перца. Если же вы не любите так, можете использовать чуть меньше, буквально 1-2 г. И этого будет вполне достаточно. либо вообще исключить его из рецепта. Приступаем к измельчению наших ингредиентов. Пересыпаем их в ступку. И тщательно измельчаем. У кого нет ступки, вы можете использовать те же специи, только уже в пачках, которые продаются в любом магазине. Размельчаем наш перец до однородной массы. Аромат уже просто прекрасный. Все, перец мы перемололи. Теперь пересыпаем его в мисочку. Пересыпаем туда соль. Пересыпаем все ингредиенты в одну миску. Теперь тщательно перемешиваем нашу посолочную смесь. Посолочная смесь для наших ребер готова. Теперь мы их берем, обсыпаем и тщательно втираем в них нашу смесь. Хорошенечко натираем наши ребра. Неплохо получилось. Ну что ж, друзья, мы закончили мариновать наши ребра. Теперь мы убираем их на трое суток в холодильник. И раз в сутки мы будем просто их переворачивать другой стороной. Для равномерного их просола и распределения вкусовых качеств. Ну что ж, убираем в холодильник. Время у нас 21 час, но температура, жара на улице не собирается отступать. Посмотрите, сколько у нас градусов. Поэтому вот такой весь мокрый. Ну что поделать? Работать-то надо. Прошли сутки. Теперь мы достаем наши ребра из холодильника. Прошли сутки. Сейчас мы перевернем наши ребра другой стороной. И также этот процесс будем повторять каждые сутки в тречи. Ну что ж, прошли сутки. Сейчас мы достаем наши ребра, перевернем их и уберем дальше. Прошли сутки. Теперь мы достаем наши ребра из холодильника и просто перевернем. Ребра мы переворачиваем для того, чтобы соль равномерно распределилась по нашему мясу. Ребра перевернули. Теперь накрываем их крышкой и убираем в холодильник. И повторим процесс этот завтра и послезавтра, иными словами, в течение трех суток. Прошло у нас трое суток. Мясо наше точно уже просолилось, промариновалось. Теперь мы достаем его из холодильника и промываем. Далее будем вывешивать на просушку. Теперь мы промываем наши ребра. Смываем с них лишнюю соль и специи. Промыли мы мясо. Теперь мы одеваем его на крючки. Надели мы наше мясо на крючки. Теперь следующим этапом мы помещаем ребра в сушильную вялочную камеру. Для того, чтобы с них стекла лишняя влага. Для того, чтобы прореагировала нитритная соль. И мясо приобрело красноватый оттенок. Оставим мы мясо подвялиться буквально на ночь. В моем случае это будет 10 часов. Развешиваем мясо. Острый пирец. Подвесили наши ребра и подвялиться. Теперь следующим этапом у нас будет копчение. А сейчас закрываем сушильную вялочную камеру и ждем до завтра. С какой ночью? Доброе утро! Ну что ж, у нас наступило утро. Теперь мы посмотрим, как у нас подвялились наши ребра. Мясо у нас сейчас в нужной кондиции. Теперь мы не будем терять время. И приступим к третьему этапу. Это копчение. Развешиваем мясо на жарде. Коптить мясо мы будем в диапазоне от 40 до 45 градусов. До желаемого цвета. Примерно 4-5 часов. Коптить мы будем на ольховой щепе. Теперь засыпаем ее в дымогенератор. Поджигаем. И приступаем непосредственно к копчению. Предварительно нужно будет выставить температуру. Засыпаем щепу. Щепу засыпали. Теперь выставляем температуру на терморегуляторе. Включаем коктильню. Температура выставлена. Теперь мы поджигаем дымогенератор и подаем дым в камеру. Сейчас откроем коптильню. Посмотрим, начал ли поступать дым в камеру. Да, дым поступает так, как нужно. Все, закрываем камеру. И будем коптить 4-5 часов до желаемого цвета. Прошло 5 часов, как коптятся наши ребра. Теперь мы отключаем дымогенератор. Выключаем тены. Открываем камеру и посмотрим, что у нас там получилось. Кстати, открываю впервые дверцу коптильни на камеру. До этого даже не заглядывал, не смотрел что-то. Открываю камеру и сразу уходим. Тут мясо не видно. Дым рассеялся. И теперь мы можем посмотреть, что у нас там получилось. Просто роскошный цвет. Ребра мы прокоптили. Теперь переходим к четвертому этапу. А именно к варке. Варить мы будем наши ребра по технологии СУВИД. Что это такое, вы сейчас увидите. А теперь нам следует их запаковать в вакуумные пакеты. Так, теперь мы снимаем наше мясо с крючков и упаковываем его в вакуумный пакет. Включаем в вакуумный упаковщик. Укладываем пакет с мясом. И закрываем крышку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот упаковались наши ребрышки. Теперь сейчас я за кадром уже упакую оставшееся мясо. И перейдем именно непосредственно к варке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще раз напомню, варить мы будем наши ребра по технологии СУВИД. Что это значит? Мы взяли ребра, изначально их подкоптили, упаковали в вакуумные пакеты. Теперь с помощью данного погружного термостата мы будем их варить при температуре 80 градусов по достижению 70 градусов внутри куска. Давайте начнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На дно кастрюли положите какую-то тарелку, либо еще что-нибудь, чтобы вакуумные пакеты с мясом не касались дна. Теперь мы погружаем их в воду. Вода должна полностью скрывать наше мясо. Включаем наш термостат. Выставляем температуру 80 градусов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И запускаем. Замерять температуру внутри куска мяса мы будем с помощью обычного термощупа. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, у кого нет погружного термостата, не отчаивайтесь. Вы также сможете приготовить эти прекрасные ребрышки по моему рецепту иным способом. Просто поместите их в кастрюлю и, не доводя до кипения, держа температуру 80 градусов, периодически проверяя ее термометром, варите до полной готовности. А полная готовность свинины это 70-71 градус. Ну что ж, ребра наши полностью готовы. Прошло у нас 30 минут. Мы вышли на нужную нам температуру. Это 70 градусов на три куска. Теперь мы выключаем наш термостат и несем ребра остывать. Сейчас они буквально часика-два остынут при комнатной температуре. Потом мы убираем их в холодильник на ночь, для того чтобы вкус выровнялся. Завтра будем пробовать. Вскрываем наши пакеты. И достаем мясо. Прошло у нас 2-2,5 часа. Ребра наши подостыли. Теперь я их накрываю крышкой и мы убираем до завтра в холодильник. Ну, мне уже не терпится их попробовать. Но нам нужно набраться терпения. Переночевать маленькую короткую ночь. И завтра... Завтра как следует отведаем. Прошла у нас ночь. Ребра наши полностью остыли разумеется. Соль и специи распределились. Но теперь пришло время их попробовать. Давайте не будем терять времени. И приступим к этому наиприятнейшему моменту. Друзья, подходите. Давайте вместе попробуем наше творение. Живое мясо. Таким и угощать жалко. Аромат крайню какой-то почувствовал. Сюда бы 100 грамм. Да чего ж 100. Да 300. Ну, как Вы считаете, мясо готово? Очень вкусно. В магазине такую вряд ли купишь. Мне интересует Ваше мнение. Как Вам соль, специи? На мой вкус самое оно. Вы что скажете? а я скажу с любой это чудо ребра маленькие косточки много мяса ну что ж пришло время подвести итоги ребра получились на мой взгляд и на взгляд моих друзей просто прекрасные сочные посоли отлично специи разошлись так как надо и самое главное и что самое главное что самое главное поставьте лайк подпишитесь на канал порекомендуйте эти рецепты своим друзьям и предложите свои рецепты которые мы тоже может быть да не забывайте писать комментарии задавайте любой вопрос давайте дружить и Субтитры сделал DimaTorzok